В Усть-Каменогорске сокращают персонал единственного в регионе дошкольного учреждения для детей с сахарным диабетом. Об этом сообщили в отделе образования. Подобное развитие событий работников не удивило. Три года назад сад лишили официального статуса реабилитационного центра, а в этом запретили оказывать некоторые медицинские услуги. Вячеслав Фитлогин разбирался в проблеме. Идем в этот садик. Будет ли он завтра нас принимать, не будет, неизвестно. Трехлетняя маляка без инсулина не может. Ребенок с сахарным диабетом способен посещать только спецсад с комплексной медицинской помощью. Даже питание для этих малышей необходимо специальное строго диетическое заведение. Для реабилитации детей диабетиков в Усть-Каменогорске еще пока существует. Но сейчас оно на грани расформирования. Это наш единственный садик, куда нас приняли с сахарным диабетом. Сколько в садик обращались, везде говорят, что медикам в круг обязанностей не входит смотреть за детьми с сахарным диабетом. Этот спеццентр, где по факту лечится больше 60 дошколят, мог прекратить свое существование еще в 2017-м. Его лишили учебно-оздоровительного статуса и оформили как типовой объект образования. Медпомощь новая форма собственности не предусматривала. Впрочем, тогда руководители центра и родители отстояли штат медперсонала. Мы обязаны смотреть, особенно детей, более вовленно, тем более с хроническими заболеваниями, поскольку это уже подразумевает собой своеобразную группу риска. Необходимость медицинского направления удалось доказать на областном и республиканском уровнях. Вот отвечает генеральная прокуратура. Учитывая пожелания родителей о сохранении профиля детского сада и оставлении детям лечебного присмотра, решено создать на базе центра детский сад со здоровительным уклоном. Сейчас же в центре снова идет борьба за право оказания медицинских услуг. После внеплановой проверки госаудита отделу образования рекомендовали сократить врачей детского центра со здоровительным уклоном. Деятельность заведения вновь признана непрофильной. По факту сейчас получается после очередной проверки сейчас идет сокращение персонала, медиков полностью всех, то есть вплоть до диет сестры. Причем сокращений, видимо, не избежать. Подобное развитие событий уже как должное приняли в профильном ведомстве отделе образования. К сожалению, врачей в данном детском саду в штате, мы как бы в саду, они не могут работать, потому что это нарушение всех и типовых правил деятельности, и правил, типовых правил штатов, организации образования. Поэтому будет прикрепленная поликлиника работать. Местные чиновники ссылаются на недостаточность собственных полномочий. Говорят, жизнедеятельность детского сада в компетенции двух министерств – образование и здравоохранение. Пока же родителям предлагают весьма сомнительные альтернативы, в частности, содействие в прикреплении детей к ближайшим поликлиникам. А уж дальше детьми занимайтесь сами. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24.